Вызывает ли доверие информация, опубликованная британским журналистом, как таковая? Или в целом? В целом, безусловно, информация, опубликованная журналистом журнала «Экономист», вызывает доверие. Потому что довольно широко известна была суть предложения Владимира Путина Виктора Януковича. Ее содержательная суть заключалась в том, что, конечно, надо ассоциироваться с Евросоюзом, но делать это надо таможенным союзом. То есть создать огромную ассоциацию на территории бывшего Советского Союза и выступать не в роли младшего брата по отношению к ЕС, а равноправного партнера. Уход Украины отдельно в Евросоюз или в ассоциацию с Евросоюзом рушил всю путинскую конструкцию. Договариваться по отдельности – это терять активы. В этом был его смысл. Поэтому суть предложения Путина была сначала заключим некий союз, ассоциацию, экономическое пространство, евроазиатское пространство, и затем уже вместе начнем движение к унификации экономических правил с Евросоюзом. Поэтому давление на Украину, на украинские власти заключалось в следующем. Обычно пряник и кнут. Кнут – это закрытие границы в виде таможенных новых платежей, повышения таможенных тарифов. В случае, если Украина уходит на Запад, это кнут, и тогда Украина теряет действительно большие деньги. А пряник состоит из нескольких частей. Первая часть – это снижение цен на газ, значительное. Я напомню, что Украина покупала газ в Европе в этом году по 357 долларов, значит, снижение может быть ниже 300, предложенное России, скорее всего, так оно и есть. Второе – это кредит на льготных условиях, который, скорее всего, невозвратный. Вокруг 10-15 миллиардов вот в этом коридоре. Это необходимо Януковичу для того, чтобы подготовиться к выборам, для того, чтобы повысить социальные выплаты, прежде всего, зарплаты и пенсии. Я думаю, что цифра вокруг 10-15, она вполне реальна, условия не знаю. И, наконец, третье – я обратил бы ваше внимание на визит вице-премьера Дмитрия Рогозина на этой неделе на Украину, где вместе с вице-премьером Бойко, который потом приехал в Москву, они объезжали разные предприятия ВПК. Речь идет о загрузке предприятий украинского ВПК, во-первых, российскими контрактами, во-вторых, совместными контрактами. И это означает вдохнуть кислород в восточную часть Украины, где и расположены эти предприятия ВПК. Таким образом, все не сводится только к кредиту и газу, все гораздо сложнее. И поэтому я верю, что дальнейшей целью является интеграция Украины в евроазиатское пространство, в таможенный союз. Но это очень длинная дорога, потому что нужно приводить в порядок технические регламенты. Это несколько лет. А если это время у Януковича до 2015 года, это вопрос серьезный. А что изменилось? Российские предложения ему были известны и ранее. Почему вчера в Сочи, если верить сообщениям, он дал согласие? Я думаю, что Россия стала гораздо щедрее. Мы знаем, что Янукович на встрече с представителем Евросоюза утверждал, что от подписания ассоциации Украина в ближайшее время может потерять 160 миллиардов, или вернее 156 миллиардов долларов от закрытия российского рынка. Россия дает ему 10. История в том, что Янукович не ищет исторических таких вот великих жестов. Он не думает о том, как войдет в историю. Его самая короткая задача – это удержать власть. Потому что, если он теряет власть, он, безусловно, идет по пути Юлия Тимошенко, вплоть, возможно, до тюремного заключения, в которое могут его подвергнуть те, кто придет ему на смену. Поэтому Янукович взвешивал риски. Думаю, что решающим было осознание, европейцы после подписания ассоциации могут пренебречь Янукович. Он становится им неинтересен. Так ему, во всяком случае, объясняли здесь, в Москве. Они не гарантируют ему поддержку во время предвыборной кампании. Они не гарантируют ему поддержку как финансовую, так и политическую. А Россия это может сделать. Вот взвесив все за и против, лично Янукович с очень узким кругом своих приближенных принял решение отказаться от подписи ассоциации и переориентироваться не на союз с Россией, а на свое переизбрание 2015 года. Можно ли попробовать спрогнозировать, как эти решения отзовутся, откликнутся в самом Киеве? Майдан позволит Януковичу так поступить? Или у него нет сил сопротивляться? Нет, ну решения же являются, как бы сказать, объективно правильными. То есть получение кредита, снижение цен на газ, загрузка совместными контрактами предприятий. Что здесь плохого? Но я не думаю, что Янукович скажет о том, что он идет в таможенный союз. Я не думаю, что Янукович скажет о том, что Украина становится частью России. Так не будет сказано. Янукович сделает все, чтобы этого не было сказано. Более того, напомню, что на следующей неделе представительная делегация Украины должна поехать в Брюссель, чтобы продолжить переговоры о подписании ассоциации. Я не думаю, что это всколыхнет Майдан, вот так, как это всколыхнуло разгон Майдана в ночь с 30-го на 1-е. Но может ли это дать карт-бланш самому Януковичу для того, чтобы скрутить оппозицию в Бараний Рог? Я не думаю, что у Януковича есть внутренний украинский ресурс для того, чтобы скрутить оппозицию в Бараний Рог. Я напомню, что, скажем, в Киеве партия Януковича на выборах в Раду получила всего лишь 12%, ну и его союзники коммунисты 7%. Поэтому столица на 4-5 против Януковича, соответственно, западные и такие северо-западные области против Януковича. Я не думаю, что Янукович пойдет на разрыв страны. Он будет вести такую довольно хитрую политику, как мне сказал один украинский политик, который очень близок к Януковичу, когда я его спросил, а как вы будете выходить из этой ситуации в отношении оппозиции? Он сказал, да мы будем петлять, вот петляем.